добрый день уважаемые телезрители с вами программа диалог цивилизации и я ведущий сергей дворянов а также сегодня с нами моя соведущая ольга лойд доброе утро добрый день всем зрителям здравствуйте сергей сегодня у нас такая волшебная тема я очень рада вас видеть большой привет у нас стоялся телемост телемост москва-софия софия не просто наш близкий братский город в болгарии но это также еще и имя самой богини мудрости поэтому это нас ко многому обязан вы знаете что именно имя богиня софия присутствует во всех религиях мира независимо какой конференции мы относимся богиня софия есть везде ну вот мне как специалисту эксперту в области истории русско-религиозной философской мысли поскольку я защищался в институте философии российской академии наук как раз по двадцатому веку золотому веку очень близка концепция софиологии отца сергей булгакова нашего великого философа и богослова друга павла флоренского который говорил о том что вот вот эта женская энергия вот эта ипостась мудрости которая разлита в этом мире софия до премудрость божия который изливается от божества она как раз есть вот основа гармонии любви и познания мира я абсолютно с вами согласна и не случайно перед на в нашей передаче диалог цивилизации у вас две соведущие женщины умные и красивые это прекрасно действительно потому что женская энергия на санскрите есть такое понятие шакти если господь это шактиман обладатель энергии то все что исходит из него относится к области энергии и обладает женской природой и вот ипостасно мы тоже относимся как не парадоксально наша душа относится к женской природе на всех языках мира если вы внимательно слушаетесь слово душа женского рода анима на латыни психея у древних греков даже вот у каких-то там инков алиутов хальпа хамаска вот тоже душа это слово женского рода нет никогда и нигде ни в одной культуре не увидите чтобы душа была мужчины душа всегда женщина поэтому мы ипостасно тоже относимся к женской энергии и сегодня тема которая предлагаю обсудить с вами ольга это как раз евангелие от марии магдалины как раз тема женщины как идеальные ученицы духовного наставника очень интересно и очень полезно будет для всех нас женщин которые сегодня сидим дома в таких условиях и когда вся семья вдруг объединилась и вдруг стало понятно что и у твоего мужа и у твоих детей и у тебя самой есть совершенно различные черты характера которые ты раньше не замечал поэтому наша тема сегодня очень попадает в действительную ситуацию в резонанс я согласен в резонанс того что происходит с точки зрения такой глобальной истории вселенской нашей истории человечества я более того хотел бы сказать ольга что вот женщина для того чтобы духовно реализоваться и для того чтобы зайти на высокую ступень совершенства она всегда должна быть под патронажем мужчины об этом говорят законы ман то есть женщина таком древневидическом обществе патриархальном обществе консервативном обществе была всегда под присмотром начале своего отца потом мужа замужем потом старшего сына но и от этого было гораздо легче что сейчас вот феминизм распространяющийся повсеместно он вынанес ущерб женственности нанес ущерб обаянию женщинам иногда надо лучше даже включать блондинку включать вот эту слабость хрупкость и тогда возвращается женская природа что невероятно привлекательным для мужчин да сергей я абсолютно согласна с вами но я считаю что феминизм придумали мужчины которые лежали на диване и думали как же заставить женщин больше работать конечно это шутка но я абсолютно солидарен с женское счастье оно в том чтобы рядом было плечо мужское на которое можно упереться но к сожалению на сегодняшний день мужское плечо становится все мягче и мягче приходится брать на себя роль ведущих мы же знаем что и был период а мазонок когда женщины управляли был период матриархата я считаю что на сегодняшний день все равно период патриархата который постепенно переходит в период матриархата и этому есть научное объяснение потому что 13 хромосома у мужчин у нас у всех 24 пары хромосом 24 пара хромосом в начале 50 миллионов лет назад когда нашли первые существа она состояла из 45 тысяч элементов а на сегодняшний день у мужчин это хромосома 24 пара на хикс и игрек она делит мужское и женское физическое тело составляющую на сегодняшний день это хикс и игрек хромосома она состоит из 4500 единиц и это прогрессивно уменьшается но весь мир придет к тому через тысяча лет что у нас не будет мужчин и женщин даже не через тысяча лет а ученые пишут что чуть через 400 лет потому что прогрессивное уменьшение игрек хромосомы которая не знаю на откуда появилась нашим днк коде не знают ученые когда все и x грамосомы которые были женскими вдруг одна стала игре и когда уменьшится совсем хромосома она может заменится и со z может быть придут другие цивилизации и заменят z хромосома может с никто не знает что произойдет когда мужская хромосома исчезнет но на поведение мужчин уменьшение этой хромосом это количество в этой паре хромосом так отражается что мужчины становятся более женственные более мягкими но в период говорю очень далеко 50 миллионов лет назад и так далее не было мужчин и женщин мы были существа которые размножались сами то есть это были как пауки есть сейчас примеры такие на земле которые остались и поэтому очень интересная тема зачем нас бог разделил на мужчин и женщин и наша тема адресу адресу адресует нас к мифу о платоне когда он действительно говорил об андрогинах существах однополых и самоудовлетворяющихся известный древнегреческий философ платон и потом боги для того чтобы наказать человеков андрогинов которые самодостаточные были и в своем таком волеизъявлении уже стали конкурировать с богами и о них разделили на мужчин и женщин на две половинки с тех пор каждая половинка ищет свою вторую часть однако вот то о чем вы сказали про хромосомы ольга я с вами согласен в какой-то части это такая некая объяснительная модель такая научная парадигма но она мне кажется такая неполновесная почему потому что я все-таки придерживаюсь вот ведической модели космологической которая говорит о том что мужчины и женщины всегда будут и вообще ипостасно мужское и женское представлено в духовном мире а все что вверху то и внизу поэтому вот пол и отражение отношений между полами в русской религиозной философии особенно это василий розынов вот разрабатывал не была концепция пола вот интуиция пола нижняя бездна как он называл вот интуицию пола своей то есть он смотрел как эта традиция в иудаизме интерпретируется почему христос пришел вот он как бы можно сказать что вообще дистанцировался от такого полового самодоождествления он больше как ангелический человек уже взошел действительно с точки зрения василия розынова на ступень ангельскую и ангельские чин это уже как бы ты как бесполое существо для тебя существует только бог но на самом деле я вот возвращаясь к тому что женщины сегодня активны тоже согласен абсолютно ольга я если посмотреть на историю россии хотел бы вот напомнить что екатерина велика которая достигла расцвета нашей просвещенной монархии сделала россию абсолютно такой процветающей державой она была философ на троне она переписывалась вольтером она показала вообще расцвет всех наук искусства культуры экономики всего абсолютно женщина вот женщина вот в америке до сих пор не было женщины президента я думаю что вот как раз иванка трамп дочь трампа многие сейчас прогнозируют что она вот займет место династии после своего отца будет первым женщинам президентом а почему бы и нет почему бы нет да симпатичная даже очень ничего и славянка она же в происхождении да конечно происхождение вот и несет нашу такую славянскую креативную составляющую дай бог вот помолимся за нее но вернемся к нашей теме по поводу марии магдалины как вы знаете ольга существовали 12 апостолов христа один из которых предал был иуда и у нас сегодня четыре есть синоптических или канонических евангелия вот от марка от матфея от луки и от иоанна и также у нас есть знаменитые кумранские рукописи которые написаны на том самом древне арамейском языке на котором разговаривал спаситель господь иисус христос он проповедовал на этом древнем языке и вот эти рукописи евангелия от фомы и евангелия от марии магдалины не признаны к сожалению они не канонизированы но содержат себе глубочайшее сокровище духовное знание и это есть предмет для обсуждения для нас но прежде всего я хотел бы отметить что я считаю что мария магдалина была одной из самых последовательных учениц христа потому что она последняя у креста и первую гроба как вы знаете все эти мучения которые претерпел спаситель и даже пётр отрёкся от него трижды но только женщины то есть мать иисуса мария магдалина и те кто находились с ними вместе они голосили они плакали у стоп христа они просили о милостыне они просили у небес жалится господу бога отца то есть а потом когда христос воскрескому 1 себя явил никому из апостола он явил себя марии магдалине поэтому она может читаться тоже апостолом на мой взгляд абсолютно точно я с вами абсолютно согласна у меня к вам вот один интересный вопрос евангелие от марии магдалены отсутствует 1 4 и 11 14 страницы вы знакомы с этим фактом и и куда делись эти страницы зачем почему их нет да это очень правильный своевременный вопрос я хотел бы отметить особенно что многие сокровища мудрости и в том числе евангелие даже которые нам пока еще не едами хранятся в запасниках ватикана как вы знаете христос он учил давал целокупное очень глубокое духовное знание в том числе он учил реинкарнации концепции перевоплощения потому что только с точки зрения реинкарнации можно объяснить есть такое понятие теодицея богооправдание почему одни люди страдают а другие наслаждаются почему одни эксплуатируют а другие просто вот как рабы следует этой эксплуатации почему потому что существуют законы кармы это вселенский закон 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 справедливости закон духовной инволюции каждого из нас и в том числе есть карма у каждого государства есть карма у нашей планеты и христос этому учил но эти знания увы были изъяты и мы знаем на некий царградском соборе в шестом веке была принята та редакция евангелия которая многие знания оттуда удалила то есть это была такая скажем купюра то есть цензура поэтому так же мне кажется произошло вот с кумранскими рукописи о евангелии от мари магдалины там было слишком революционное знание слишком глубинно она на самом деле показывала весь путь эволюции души мы могли бы проследить и мне кажется вот моя версия что это было многим не угодно но сейчас запасники ватикана открывается мы сейчас живем в такую пару когда все это будет открыто мы живем вот буквально вот в предощущении духовной революции я все думаю что все это понимает я даже сказал бы такого некого квантового скачка человечества когда мы зайдем на более высокий духовный этап в своем развитии очень интересно сергей а вот я вам задам еще один коварный вопросик расскажите мне пожалуйста магдалена она где закончила свою жизнь как как датируют историки и и путь вот воскрес иисус христос который перед ней появился и что как с ее судьбой расскажите о ее судьбе как вы видите это или как вы это знаете как это чувствует ну я хотя бы особенно подчеркнуть это очень важно что мария магдалина являет собой идеал абсолютной преданности мы видим как в синаптических евангелиях рассказывается случай когда она умастила стопы христа благовонными дорогими ароматными маслами и отерла это своими собственными волосами и особенно я хотел бы отметить что когда мари магдалина явила вот этот идеал женской преданности когда она показала свою абсолютную лояльность ко христу вот в этом процессе любовного самопредания как ученица целомудренно апостолы как мы помним они стали упрекать даже обращались к спасителю что зачем такие дорогие масла пошли вот непонятно на что могли продать эти масла и наделить нищих то есть милостыню раздать это было гораздо больше пользы то есть больше в этом милосердия но христос как мы помним он очень твердо своим ученикам возрождает он говорит что нет как вы смеете так говорить нищие всегда будут с вами и после моего ухода а я не всегда буду с вами и вот эта женщина она поняла что самое главное это служение учителю когда учитель находится на этой планете его сердце это как чаша вместилище любви и мы должны любыми способами какие только возможны стараться угодить учителю стараться открыть ему свое сердце тогда из этой чаши милосердной чаши он в чашу нашего сердца нальет ту любовь воздаст и отблагодарит нас той любовью которая буквально приведет к тому что у нас вырастут крылья света за спиной как это случилось и вот такой абсолютной преданностью ко христу она стала ну на санскрите есть такое понятие крипопатру то есть вместилищем всей милости учителя это такой эксклюзивный ученик который вмещает в себя все наследие учителя учителя своего его миссию это очень уникально поэтому с моей точки зрения Мария Магдалина именно этого и добилась но поскольку общество все таки было такое зарегламентированное Христос не он как бы сказать не акцентировал вот что Мария Магдалина является именно апостолом таким официальным учеником это было все таки в тайном таком истечении знания из его сердца в ее сердце но расскажите пожалуйста исторически ее дорогу что произошло с Марией дальше прежде всего как вы знаете вот православная церковь сразу отвергла что Мария Магдалина являлась блудницей вот потому что и католическая церковь уже к сожалению поздно вот но в 20 веке но все таки признала что это разные совершенно персонажи блудница мы знаем что Христос проповедовал в том числе блудницам знаменитый вот этот случай когда женщину побивали каменями и спросили вот эти самые фарисеи а что ты посоветуешь и он помните что кто из вас без греха пусть первый бросит в нее камень и они тогда все разошлись и побросали камни на землю и к нему блудница поступила что мне скажешь учитель вот посмотрел и строго в очи сказал ступай и не греши и вот в это время такая энергия поскольку чистота вот этот импульс исходил из его сердца и он прям вошел в сердце блудницы она конечно расформилась я уверен что вот эта блудница описываемая в евангелиях она тоже стала ученицей Христа потому что любой кто соприкоснулся мы знаем что апостол Павел в живую даже не соприкоснулся с Христом но память о нем и слава о нем и главное его энергия присутствующая здесь была настолько сильна что ему было видение Христа который сказал по что ты гонишь меня по что ты гонишь меня и только вот это один вопрос простой понимаете он такое покаяние такую бурю эмоций вызвал у Савла что Савл стал Павлом и кто такой Павел это апостол любви он сформулировал вообще определение дефиницию любви поэтому Мария Магдалина конечно я убежден что это была аристократка духовная всей генеалогии ее мы не знаем но может быть это и ни к чему потому что всегда должно быть что-то тайное что-то такое негматичное непозное потому что те духовицы которые воспылают сердцем узнать про Марию Магдалину больше они могут в молитвах обратиться ко Христу и я уверен что в откровениях им может быть все открыто потому что с человеком же можно общаться с личностью тем более духовной со святым когда ты в молитвах обращаешься к нему он открывает о себе знание вот я только это очень хороший совет это очень хороший совет чтобы каждый из нас мог повысить свое духовное самосознание и молиться и прикасаться к совершенному информационному полю которое неискаженно дает информацию каждому из нас но это высший пилотаж так скажем Сергей это не каждому не каждому из нас дано но я думаю что вся история о Марии Магдалине о ее жизни сохраняется естественно в библиотеке Ватикана и придет время когда нам станет известной достоверно из источников из достоверных источников о том что произошло с ней дальше живя и работая в Болгарии у нас здесь тоже очень много ученых которые занимаются этой темой и орден который создан орден Марии Магдалены не знаю вы знаете или нет во Франции он следит и знает историю и следит за развитием крови Марии Магдалены так что это уже из истории конспирации а я предлагаю вам сказать нашим зрителям всего хорошего до новых встреч уважаемые дорогие зрители я также хотел бы поделиться своим личным опытом вот как аромат вот этой невестной любви которая исходила из сердца Марии Магдалины коснулся меня как я это почувствовал дело в том что в Свято-Троицкой Севге Лавре это святыня вообще православная оттуда пошла можно сказать наша цивилизация потому что егумен земли русской это преподобный Сергий Радонежский который основал эту лавру есть серапионовые палаты во-первых там в храме Троицы значит Святой Троицы находится мощи преподобного Святого Радонежского который всех окормляет духовно всех привечает и к нему приходят со всех дальних уголков России и он всем помогает и вот справа от этой серебряной раки где находится как раз преподобный его мощи есть серапионовые палаты то есть вместилище всех святынь которые были подарены еще Романовым и Рюриковичем всем нашим российским династиям со времен Христа со времен когда вот Русь стала православной и вот там есть кстати право рука Стефана первомученика за Христа там есть значит от пояса Богородицы часть и много чего но самое главное что чему я был свидетель в серапионовых палатах есть тот самый камень из пещеры где Христос находился вот в момент своего воскресения вы знаете он просиял и этот лучезарный стечение вот этого света небесного так пронизал что этот камень мироточивый он пахнет и мы знаем что как раз жены мироносицы среди которых была Мария Магдалина пришли вот к пещере и они им первым Христос явил себя и вы знаете когда Ленин даже вот какую-то чрезвычайную комиссию создал что не может быть чтобы этот камень пах чтобы он был мироточивым сказали наждаком его почистить и вроде бы запах пропал ну и атеисты как говорится успокоились но потом он опять появился понимаете вот эта субстанция пронизана она пропитан весь этот камень неземной субстанцией и я когда был с художником Александром Шиловым мы вместе поклонялись этому я как сейчас помню значит он склонился художник и сказал что это за запах такой что за неземной что за аромат не пойму не пойму прям вообще это как бы ударил этот аромат волной и вот я поскольку была супруга своей моя супруга склонилась тогда к художнику и сказала вот вкуша Александр эти ароматы так пахнет любовь вот любовь пахнет так безгрешно она зовет нас к своим неземным высотам к своим радостям потому что нет больше радости чем радость о Боге поэтому пусть прибывает сегодня вот так у нас пасхальная светлая неделя поздравляю вас всех с Пасхой Христос Воскресе и пусть Мария Магдалина наделит вас духовными откровениями субтитры субтитры